друзья всем привет сегодня поговорим о стилизации изображений на примере рисунка и фотографии сейчас на изображении вы видите слева рисунок а справа стилизацию этого изображения в автоматике table diffusion и еще стилизуем фотографию слева исходная фотография а справа стилизованы такие стилизации делаются очень быстро и результат их регулируется промптом и поэтому у вас будет широкий выбор стилизаций и конечный результат будет сильно зависит от того какой вы промпт придумаете давайте начнем вот с такого изображения целью было сделать его более детализированным сочным и более презентабельным стиль исходного изображения здесь не сохранен но можно было бы и достичь и этого давайте перейдем стебл диффьюжен и нам понадобится несколько расширений первое расширение это интерагей тор чтобы его установить перейдем в extensions available load from и установим вот это расширение clip interrogator нажмем install дальше installed apply and restart ui в interrogator мы перейдем на вкладку analyze и закинем сюда наше исходное изображение нажмем analyze отсюда мы возьмем три первых стиля storybook illustration второе это художник by swan nartquist и возьмем направление художественного стиля фэнтези арт теперь перейдем на текст ту имидж и небольшая ремарка в чем вообще суть этого всего процесса в чем сложность если бы мы это изображение сами сгенерировали то у нас бы остался промпт и мы могли запросто запихнуть все это в sd upscale или control net tile upscale детализировать но мы это изображение получили откуда-то извне и не знаем его промпт наша задача его максимально точно описать а также максимально точно описать его стиль или тот стиль в котором мы хотим видеть это изображение если у вас достаточный опыт то вы и сами увидите что это похоже на иллюстрацию с книги фэнтези арт а возможно даже знаете и художника которая рисует в таком стиле но для пользователей которые не обладают таким опытом определение стилистики по изображения есть расширение interrogator которым мы только что и воспользовались в interrogator можно еще получить и описание изображения но описание я привык составлять сам потому что это достаточно несложно сделать здесь какими-то знаниями обладать не надо на изображение мы видим гном а значит пишем гном дальше лисенок держит гриб в руке и еще я точно вижу что это акварельный рисунок а дальше для более точной стилизации мы вставляем то что получили из interrogator а это illustration of the book by swan northquist и fantasy art дальше я еще добавил несколько лор первая лора это это detail который позволяет управлять детализацией на изображении мы можем выкручивать ее вес и тем самым контролировать уровень детализации следующая лора и пиной софсет версии 2 это вот это лором она добавляет контрастности и частоты степень ее воздействия мы тоже можем регулировать весом еще добавил лору мир мира в дефьюжен она здесь вносит небольшие изменения в таком вот стиле еще я добавил он easy негатив он совсем чуть-чуть улучшает изображение но не вносит изменения в цвета как bad arts или как very bad image негатив сэмплинг метод я предпочитаю drm 2мк 1 но вы можете использовать и другой сэмплинг метод сэмплинг степс 3025 вообще я обычно работаю на 25 шагах размер изображения должен соответствовать вашей картинке изначально размер вот этого изображения был 1024 на 1024 но с той детализации которая здесь изначально было это было слишком завышенное разрешение я его уменьшил до 768 на 768 почему так потому что чем меньше у вас будет исходное расширение изображения тем быстрее у вас будет все работать в том числе интерагейтер и мало того если у вас изображение еще и избыточные по размеру детализация на нем маленькая то качество в итоге получите тоже меньше если будете использовать больший размер при низкой детализации в общем то на примере этого изображения 768 это нормальный размер дальше нам понадобится control.net если у вас не установлен control.net 1.1 то найдите на моем канале видео control.net 1.1 часть 1 здесь рассказывается как его установить как его настроить где скачать модели и в общем то примитивно как им вообще пользоваться теперь мы откроем control.net закинем сюда наше исходное изображение в размере 768 на 768 включаем control.net выбираем пиксель perfect и выбираем здесь стайл для тайла установим control.net более важен и перейдем на вторую вкладку control.net если вы не знаете как включить разновкладочность control.net то вам нужно перейти в настройки здесь найти вкладку control.net вот она и здесь есть такое меню мульти control.net вы его можете поставить на 2 или на 3 дальше нажимаете apply settings теперь во второй control.net закидываем опять это же изображение enable pixel perfect и выбираем здесь модель kenny здесь оставим balanced то есть баланс между промптом и control.net если заинтересовались вот этим вот расширением и не знаете как его поставить это расширение называется all-in-one мне на канале есть вот такое вот видео здесь рассказано как им пользоваться и как его установить выбираете интересную вам модель у меня модель aml real версии 2 click skip у меня стоит 1 и вае стоит 84 400 нажимаем generate вот наше изображение сгенерировалось здесь исходное здесь результат работы kenny вот такая вот картинка если вас что-то не устроило вы можете еще перегенерировать и с каждым разным сидом у вас картинка будет немножко отличаться но общая концепция и общий стиль будет оставаться похожим на вот такую теперь вернемся в control.net смотрите вот модель kenny она держит наше изображение вот в этих вот границах не дает нашей картинке сильно отклоняться от исходного изображения а тайл может очень хорошо корректировать наш промпт и добиться более правильного описания деталей на изображении причем здесь подчеркну именно детали они стиля то есть стилевые характеристики как раз таки здесь очень важно задать нам именно самим мы его задаем тем что получили из interrogator то что сами увидели и лорами они тоже добавляют стилистики нашему изображению а вот как раз таки травинки елочки борода шапочка это все очень неплохо понимает тайл а самим нам это описывать будет достаточно сложно отсюда в общем-то и появилась мысль использовать тайл в первом control.net дальше мы можем обскелить это изображение отправим его в image to image здесь сохраняется наш промпт я оставлю те же самые параметры sampling method и assembling steps размер изображения тот же самый и обскелить я вот такое изображение буду классическим sd-upscale upscaler для такого рисованного изображения я выберу ultra sharp мне как раз таки не нужны микро детали на коже мне нужны четкие контуры и более-менее какая-то плавная заливка внутри для фото изображения такой upscaler не подходит уж использовать стразы denoising strength я выставлю 04 потому что 05 уже будет сильные изменения в изображении вносить скорее всего мы некоторые детали испортим все нажимаем generate вот так вот изображение у нас получилось если вам что-то не понравилось вы можете еще раз нажать generate и проапскелить его и еще можно поиграться с denoising strength уменьшить его увеличить соответственно при увеличении denoising strength у вас будет больше деталей но и изображение будет сильнее меняться если у вас на изображении начнут появляться несколько гномов несколько листом или несколько грибочков в этом случае вы можете увеличить размер тайла когда вы переходите в режим sd-upscale а вот это вот разрешение становится уже не разрешением вашего изображения а становится тайлом которым обскелиться ваше изображение то есть если мы сейчас сделаем 840 на то тайл которым будет обскелиться наше изображение будет как раз таки 840 на 840 и чем ваш тайл больше тем больше он захватывает исходного изображения и тем меньше вероятность получить в нем двух лисенков или двух гномов сейчас видно как тайл пробегается по нашему изображению так так где-то был перехлёст с этим тайлом мы получили вот такое вот изображение на мой взгляд для такого изображения это нормальный upscale но мы можем сделать и более детальный upscale для этого в нашем имидж-то имидж кроем control нет выберем тайл enable excel perfect выберем control нет более уважен теперь скрипт выберем не из the upscale a ultimate из the upscale здесь зададим scale from image size 2-кратный выберем upscaler я выберу секс и зададим тайл тайл здесь задается уже вот здесь а вот здесь вот он уже будет игнорироваться и нажмем generate и у нас генерируется вот такой вот сверх детализированное изображение и обратите внимание здесь на проблему то что начала появляться 2 голова лисенка чтобы эту проблему решить мы можем попробовать просто перегенерировать изображение но скорее все это голова еще раз вылезет а вот если мы поменяем вот здесь вот размер тайла например на 896 важно его задавать именно стрелочками перегенерируем это изображение и на результирующем изображении у нас теперь второй головы нет и такое вот изображение нас получилось с sd upscale а вот такое вот справа изображение получилось с control net tile на правом изображении конечно же детализации намного выше но возможно не всем она такая высокая нужна если вы больше хотите сохранить более рисованный стиль то sd upscale здесь наверно больше предпочтительно правое изображение конечно же шикарно продетализирован и напомню вот такой вот исходник у нас изначально был конечно же от стиля мы вообще ушли но конечное изображение будет очень сильно зависит от промпта который вы напишите еще мы можем стилизовать также нашу фотографию под арт вот наше исходное изображение и 3 стилизации с разными промптами причем исходник был с разрешением 768 а результирующие изображение уже с 1024 причем на нижних изображениях лица отличаются от исходника на верхнем более-менее приближен я также покажу как немножко восстановить основные черты лица давайте посмотрим на основные настройки которые необходимо сделать работу мы будем производить тексту имидж модель я буду использовать a ml real версии 2 промпте мы можем установить какой-то токен который будет характеризовать определенный стиль но наше изображение этому стилю точности следовать не будет здесь мы его можем раскрасить придать определенные цвета оттенки поменять цвета одежды здесь нам нужно установить вот такой вот негатив промпт я его приложу в группе вк и телеграме и основное влияние на изображение будет оказывать именно он а в промпте я буду экспериментировать с разными токенами которые больше будут влиять на окрас изображения его резкость сэмплинг метод установим the dim и сэмплинг степс я установлю 28 шагов разрешение изображения поставлю 1024 напомню что исходное изображение у нас было 768 чем большего разрешения у вас будет исходное изображение тем больше вам потребуется видео памяти и тем больше вам потребуется время на обработку поэтому если изображение можно немножко поджать то следует его поджать до приемлемых значений дальше перейдем в control net выберем первый control net включаем выбираем пиксель перфект выбираем тайл дальше выбираем balanced заходим во второй control net включаем его выбираем пиксель перфект выбираем kenny здесь тоже режим balanced такое вот изображение получилось при rompti cute out такое вот изображение получилось при color pencil art ну и с промптом вы можете поэкспериментировать теперь давайте закинем наше изображение фото пи или photoshop накинем сюда наше исходное изображение смасштабируем его подложим его до результирующие выберем результирующие изображение выберем маску выделим эту маску нажмем клавишу b чтобы выбрать кисть зажмем alt подвигаем мышку вправо вверх чтобы выбрать мягкости размер кисти зажмем alt и поворачиваем колесико мыши увеличим изображение зададим нажим нашей кисти на клавишу x поменяем цвет белого на черный и немножко проведем по глазам по носу вот так я немножко подтер основные черты лиц естественно снизилась детализация цвета в этих местах теперь мы можем сохранить это изображение выбрать файл экспорт jpeg поскольку у нас получились теперь проблемы с глазами с носом то что мы как раз таки размыли я предлагаю воспользоваться с киллером времени вот так вот он апске лет изображение восстанавливает нам глаза которым и затерли причем времени работает очень хорошо как раз таки с лицами а вот платье остальные элементы он не улучшает особо но поскольку мы правили именно лицо нам как раз таки нужно восстановить именно лиц как установить и пользоваться времени я показывал в предыдущих видео они есть на моём канале вот так вот отработала времени но так же вы можете воспользоваться обски лиром стейбл ср на моем канале вы можете найти вот такое вот видео по пользованию с требу сэр и вот такой вот видео по пользованию обски лиром и реминием вот такие 2 стилизации мы сегодня научились делать если вам понравилось видео не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал заходите в наши группы telegram а выйка там выкладываем все необходимые материалы, промпты и много разной полезной информации. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока!